Россия не отстает ни от кого в этом мире. Мы потенциально готовы, но нам нужны яркие примеры, как сегодня говорили, MVP внедрений. То есть хотя бы что-то пощупать, увидеть, что с точки зрения бизнеса это полезно, технологии там, наверное, подтянутся. Когда мы общаемся с нашими коллегами в группе, очень многие удивлены тем, что наш регулятор настолько активно вовлечен вообще в принципе в создании кейсов на платформе MasterChain. Что нравится у нас в России, то что мы всегда готовы ко всему. Готовы, безусловно. Сейчас мы рассматриваем блокчейн, стартовавшую как скорее IT-технологии криптографическую. Теперь она перешла в область такого бизнес-технологии, и тут ей надо найти свое место. Мы работаем и с MasterChain, мы работаем над своими собственными проектами, где мы используем какие-то технологии Ethereum, Accord, Hyperledger. Наша история с закладными, она про это, да, это в некоторой степени попытка, такая, пробы воды, пробы пера, но уже с явным потенциалом для того, чтобы даже в ближайшие месяцы каким-то образом это начинать реализовывать вживую на реальных кейсах. Самые типичные проблемы, вот наиболее распространенные, это неправильное конфигурирование узлов, ну, нот блокчейна, за счет чего можно там разные вещи сделать. Начиная там от кражи ключей, заканчивая несанкционированными переводами. И очень много проблем в смарт-контрактах. Каждый новый смарт-контракт, там вот две-три стандартные уязвимости, которые еще были известны там четыре года назад, три года назад. Вот это вот основная беда. Проблема состоит в том, чтобы обеспечить именно подлинность данных на входе, вот, то есть мы в этом смысле технология блокчейна, она, ну, она не панацея. В сентябре этого года мы выпустили первый документ по стандартизации, это терминология в области блокчейн. Мы уже ознакомили ее в том числе с зарубежных коллег, она была, в частности, очень позитивно воспринята в ITUT, вот, и я думаю, что, ну, если не в полной мере, то частично она, как бы, ляжет в основу и международных терминов в области технологии. А дальше, собственно, посмотрим, как это все пойдет. Разработчики, как бы, не знакомы с известным, существующим подходом к разработке безопасного программного обеспечения. Я не говорю здесь про конкретно стандарты в области блокчейна, а просто существующие стандарты про квалификации, по особым соответствия программного обеспечения. И как раз здесь стандарты могут сыграть крайне позитивную роль. Стандартизация нужна вот для чего. Она нужна как техническое обеспечение нормативного регулирования, законодательного регулирования, если таковое возникнет. Да, оно, как мы сейчас видим, ну, оно в муках, но возникает. Разработать международный стандарт с нуля, да, так сказать, если не использовать всякие фасттреки и прочие приемы, да, ну, опыт показывает нашей работы в ИСО, что нужно не менее четырех лет. Я прекрасно себе могу представить ситуацию, в которой там в течение, ну, если не минут, то там часов, да, можно будет полностью оформить, выйти, сделать, получить ключи от квартиры, да, и, может быть, даже въехать. И это только как раз за счет того, что можно будет оцифровать полностью весь процесс. И блокчейн этому очень помогает. Осталось только найти правильные юзкейсы и, там, выровняться с местным законодательством. Если коротко, сейчас он небезопасен. Но мы делаем все, чтобы двигаться в сторону более безопасных реализаций.